Всем привет! Я бы к вам прислушалась к вашим пожеланиям и сделала покупки косметики не люксовой какой-то, а самого что ни на есть бюджетного масс-маркет варианта, который здесь не только в Турции продается, но и в России, в чем огромный плюс, это видео будет полезно всем. И сейчас я вам хочу рассказать, показать, собственно, эти продукты, поделиться своим мнением, понравились они мне или нет. Сразу скажу, что мне понравилось не все, но там есть удивительные, потрясающие находки, которые, если бы не ваше желание какой-то закупки косметики масс-маркет, я бы это для себя не нашла. Давайте, наверное, с первого средства это уход, этого совсем у нас чуть-чуть. Я не знаю, популярно это средство где-то, есть ли оно в России, но в Турции это есть магазин Rossmann, это и в Атсонсе тоже эта марка продается. Это косметика фирмы Ziala, я не знаю, как правильно это называется, читается, произносится. Производство здесь вообще написано, что это завод в Анталии находится, но как бы марка вроде бы как не турецкая совсем, и это вроде бы как из Германии. Немецкая косметика, там какая-то козочка еще у них на кремах нарисована. Для жирной комбинированной кожи, тоник для лица, конечно же, я его купила, потому что здесь такой классный распылитель. И в принципе в магазине почему-то я покупки делала в основном в Росмане и в Атсонсе, и, короче говоря, нету тоников с распылителем каких-то. Потрясающее распыление, мелкое, очень крутое. Естественно, я скорее всего перелю сюда какой-то другой тоник, который мне подойдет, и буду пользоваться этой бутылкой. Ну это вообще потрясающе, классная распылитель, упаковка, молодцы. Естественно, первое, запах тоже приятный. Первое, что я как бы обратила внимание после покупки, ну это же я, я сначала куплю, а потом смотрю. Это состав вода, глицерин и понесло, ну пантенол на третьем месте это плюс, пропилен, гликоль, цинк, гликонат, лактобактат, оксид, мандыкал и пеперло понесло. Такой состав, там вся таблица Менделеева. Ну я подумала, ну окей, это недорогое средство, стоило это где-то 25 лир, ну как бы что вы хотите от бюджетного такого средства. Ну я думала попшикаюсь, как бы, больше покупать, естественно, повторять не буду, состав мне сразу, да. Напряг, но девочки, какое было мое удивление, когда мне это средство очень не подошло. На данный момент моя кожа в нормальном состоянии, не склонная к жирности, нормальная, комбинированная, я бы ее даже и не назвала. Мне нашелся один чудо-крем, но он сейчас у меня в пробнике, в миниатюрке. Я планирую полный размер купить, но крем очень дорогой, и я не знаю, показывать его в видео потом или нет, когда куплю. Но крем творит чудеса и волшебство, для меня это идеальный вариант. И вот буквально за две недели его использования моя кожа вообще стала идеальной. На данный момент, когда я пользовалась вот этим тоником, на моем лице вообще, то есть, аллергической реакции бы ни на чего быть не может. Все идеально у меня в уходе, и оно настолько у меня в хорошем состоянии, что я даже фактически, кроме этого крема, никакими другими средствами тоника не пользовалась. Вообще придраться не к чему там, не какой-то там тональный крем или еще что-то. В дни, когда я воспользовалась три раза вот этим тоником, у меня на лице косметики, макияжа вообще ничего не было. Придраться не к чему. Только один идеальный крем, которому претензий быть вообще не может, он тебе зарекомендовал. Вот реально тот случай, когда только один тоник этот. Я воспользовалась пару раз, утро и вечер, и на следующий уже день у меня появились высыпания, воспаления прыщей акне. Такие, которых обычно не бывает в тех местах, где их не может быть у меня. Прыщи бывают, да, у нас в жирной какой-то т-зоне или еще где-то у нас. Прыщи появились вот где-то вот здесь, и вот здесь ровно симметрично два штуки. Причем прыщи необычные, нехарактерные, это реакция либо на состав, либо этот состав как-то закупорил поры. Они появились очень быстро, очень болючие, маленькие и прям такие, ну как я скажу, сразу с гноем. Это очень странное, нехарактерное вообще в принципе воспаление на коже, как не только мои, а вообще в принципе у кого прыщи бывают. Это по-любому аллергическая реакция на состав этого средства. У кого вот этот тоник есть, то в Турции девчонки уже, может в других странах, я думаю в Германии где-то у вас это все это есть, да, не в России. Напишите комментарий, я надеюсь, что вам это подошло, но кожа, когда в хорошем состоянии, никакой косметики, ничего там не могло вызвать с ним соприкосновения, на чистую кожу наносила, и один идеальный крем. Это однозначно реакция на тоник, то есть я пользоваться им не буду, я его, наверное, подарю кому-нибудь, если он подойдет. Если нет, я не знаю просто куда это деть жидкость, мне сам флакончик нравится. Я думаю, что вы знаете, есть такой блогер Ленский Бьюти, это девушка, которая живет в Америке, русскоговорящая, у нее больше видео ориентированы как америкаязычный американский YouTube, адаптированные для нас, да, бьюти-видео. Там она рассказывала про косметику, тональный крем и консилер от Makeup Revolution Brand. Он, не знаю, в России где-то в каких-то сайтах он где-то продавался, но он широко не представлен в России официально. В Турции он продается в магазине Vatsons. Это очень, кстати, экономичный бренд, на него очень часто бывают скидки. Я вам говорила, обещала, что хочу купить, попробовать, ради вас отзыв написать, скажем, там писать, господи, сказать видео об этом средстве. Я купила консилер, у Ленский Бьюти обалденный отзыв на него, и типа, чем знаменит бренд Makeup Revolution, они копируют все бренды, все хиты, продаж какие-то косметические, у них все это есть, там, палетка Too Faced шоколадная у них тоже, всякий хайлайтер бриллиантовый, Too Faced они очень любят породировать, тональный крем в стике на Anastasia Beverly Hills, вот этот вот похож, там, под тарт всякие подгоны, короче, даже вплоть до упаковки, цвета и всего прочего, просто пишут на Cap Revolution. Этот бренд, насколько я помню, либо американский, либо британский. У меня C1 оттенок этого консилера, здесь его, кстати, немало, здесь написано, что 4 грамма, ну, вот огромная такая упаковка, и где он, вот видите, постоит, вот его здесь уже, ну, короче, надолго хватит, немало здесь средства, упаковка приятная, даже на люкс похожая, это пластик. И у Ленский Бьюти был хороший на него отзыв, у меня отзыв будет не такой хороший, она прямо типа вау, это любимчик, в фаворитах был этот тональный крем и консилер. Я хотела купить то и то средство, но покупать не стала тональный крем в стике, девочки, простите, он пахнет нашатырем уже в пробнике. Может быть, он какой-то корявый, косячный, я не знаю, он здесь в Турции или еще что-то. Но факт, все тестеры я перенюхала, они все пахнут нашатырем и очень сильно. Я просто нашатырный спирт на кожу, ну, извините, я не буду даже ради пробы и теста это покупать, пробовать на коже, у нас есть желание не вызвало. Этот консилер тоже имеет запах. Запах у него какой-то резины химии, необычного тонального какого-то средства, даже в масс-маркете так средства не пахнут. Поэтому вот прям резиновая претензия у меня к нему пахнет каким-то силиконом, либо клеем, что-то вот такое. Это не натуральный какой-то запах и, повторюсь, лучше бы средство вообще запаха не имело и в масс-маркете средства получше пахнут. Такая стандартная, как это называть, аппликатор, как в тональном кребе, тарт и всего прочего. Оттенок С, он очень светлый. О самом консилере расскажу. Запах, естественно, быстро улетучивается, но вот это вот ощущение не очень приятно пользоваться. Покрытие среднее не супер крутое, и оно такое тоненькое, для кого вообще прям синячков особо нет, какие-то прыщики по стакне или еще что-то. Он перекроет, но не сильно, не до конца, не идеально, не железобетонно. Немножко сушит вот эту зону под глазами, но не сильно при этом, так как у него тонкое такое, с самого слоя очень тонко наносится, оно легкий тональный, о господи, легкий консилер. Он очень нежно, не западает сюда в морщинки. Чуть-чуть у меня отпечатывается, потому что у меня в принципе везде во все морщинки попадает любой консилер. Но, короче говоря, не сильно скатывается в колбасы. Неплохо им корректировать зону здесь под бровями, неплохо держится на глазах, очень быстро застывает, таким немножко пудровым финишем, не липким, фиксировать его не обязательно пудрой. Короче, среди масс-маркета, я так скажу, это отличный консилер, например, каким-то там ларитом, Виаль, Мэйбелин или еще что-то. Отличная вещь. Но как, если его позиционировать как клевое средство, что он такой прям находка, замена люксу? Нет, ни в коем случае, есть гораздо лучше консилеры, как бы тут вообще это не оговаривается. Но за свою стоимость, что-то там в 35 лир, например, не помню точно, сколько он стоил, где-то так. Хорошее средство, но не замена люксу. И запах его, естественно, я по второй раз повторять не буду, но я им буду пользоваться, я его допользую, повторять не буду. И далее средство я покупала в... Это фирма Катрис, которая есть и в России, я покупала в Росмане-магазине. Рип Баттер, это масло для губ. Вот в такой упаковке, один в один, слизано, списано, не знаю, как это назвать. Короче, украдена упаковка, даже цвет, оттенок, надписи, шрифт, я имею в виду надписи. Все это слизано активненько с помад Тарт фирмы. Это масло для губ с аппликатором. Запах очень легкий, немножко карамельный. Это плюс, потому что обычно я ненавижу просто всяких таких губных блесках, помадах. Масс-маркет, запах вот этот какой-то прогорклости, масла какого-то такое не очень приятное. Здесь этого нет. Сейчас я его нанесу на губы, так как на губах у меня ничего нет. Для начала я не придала вообще этому значения, этому средству. Думала, ну так, возьму, попробую чисто для видео. Но, видите, она немножко персиковый оттенок такой дает, потому что густу наносишь. Но при этом оттенок со временем теряется. Видите? Останется прозрачным. Очень классное средство, когда ты делаешь макияж нанести. Очень классно, что здесь есть аппликатор вот этот, потому что такие обычно бальзамы для губ, они выдавливающиеся, такой в мягкой тубе выдавливать. Я это не люблю, потом пальцем как-то разносить. Вроде это не блеск для губ, это реально масло для губ, но вот в такой очень удобной упаковке. Это уходовый продукт, средство. Одно скажу, очень приятный на губах. Губы очень хорошо выглядят с ним. Он увеличивает визуально губы. Такое ощущение, что прям такие прям жирненькие, побольше напитанные. Ну вообще просто красота, ляпота, одно удовольствие. Мне очень нравится. Это средство понравилось. Если наслаиваешь, здесь белой вот этой полоски нет никакой. Не получается она со временем. Но я заметила, что часа через 2-3 губы немножко сохнут после него. Хочется прям еще добавить, еще добавить. Но это проблема не именно этого блеска во многих средствах таких для губ, не очень дорогих. Вот это фигня какая-то. У них что-то есть такое в составе. Ну не спирт высушивающий. Помните, были модные блески от Нивея в таких круглых баночках. Всех очень пиарили блогеры, потому что они им прислали их на обзор за деньги. Они их пиарили, конечно. Но со временем люди заметили, что губы-то потом от них еще сильнее сохнут. Это тот вариант. Но я однозначно положу в себе в сумочку. Может повторять покупку не буду. Из-за вот этого я еще поизучаю этот эффект сушения на губах. Но вот на данный момент это реальная находка. Это круто. Мне очень понравилось. Нет лишнего запаха, вкуса, привкуса. Красивая упаковка. Удобно наносить. Приятно на губах. Если бы мне там с закрытыми глазами я это нанесла на губы, не зная, что это. Либо там не было надписи Катрис. Я подумала, что это какой-то люксовый продукт. Это однозначно уровень люкса. Если говорить о сухости потом губ, может быть это какое-то мое личное. Что-то я не то почувствовала или еще как-то это назвать можно. Короче говоря, очень многие люксовые продукты дают такой же эффект. Ну не супер там люксовые какие-то. Ну какой-нибудь клиник, блески, клоранс и все прочее. Это их прям уровень. А Катрис я купила вот на скидке какой-то. Он мне обошелся в 10 лир. Это где-то 120 рублей, представляете? Это очень круто. Дальше тоже Катрис. Это два средства, которые я считаю, это тоже мои находки. Ну я бы не сказала замены люксу, потому что в люксе такого тоже не очень много найдешь. Это замена профкосметики. Вот такие аджастеры для тональных средств, консилеров и всего прочего. То есть это аджастер-осветлитель, если у вас темная какая-то тональная основа или консилер, и затемнитель. Этот у меня уже давно куплен, этот новенький. Прошляпила, надо было купить еще и этот, потому что он скоро закончится. У меня для сравнения он показывал был от The Body Shop. Разбавление капли такие белые, отбеляющие капли. Они называются для любых кремовых продуктов для лица. Все точно то же самое. Здесь объем точно такой же. Только тот стоил, допустим, в районе 800 где-то рублей, 1000 рублей. Я не знаю, как на русские деньги цены. А этот я опять же купила. Он здесь, его полная цена 30 лир, где-то 28, наверное. Это, ну грубо говоря, 300 рублей. Но я этот купила, опять-таки какая-то вот скидка была какая-то в Катрисе. Я купила за 10 лир, представляете, это 120 где-то рублей. Вот эти два средства офигенные. Я их пробовала раньше только, да, вот таким осветляющим аджестером этим. Ну ничего, такое классно, все осветляет, мне очень подходит. На зиму я им пользовалась. А сейчас у меня проблема. Зимний тональный крем не на лето, а очень светлый уже сейчас. Поэтому я купила за темняющие капли. Я боялась, что, ой, наверное, так трудно будет смешать. У меня получается на данный момент три светлых консилера. И в них, как бы, я не могу ими летом пользоваться. Ну, край дела надо было уже за темнитель этот покупать. Я думала, блин, такие темные эти капли. Наверное, очень трудно будет смешать консилер под глазами. Потом все коричневое какое-то будет. Но нет, маленькую горошинку. Сам консилер и очень хорошо смешивается. Они не дают очень сильный оттенок. Реально можно хорошо смешивать. Цвет получается равномерным. Я уже пользуюсь. Вот эти два средства. Однозначная находка из масс-маркета, бюджетной косметики. Очень дешево. Если еще на какой-то скидке найдете, я думаю, это тоже в России Катрис продается. Короче, девочки, присмотритесь. Не надо покупать Adjuster Mac или вот даже это Body Shop, хотя это даже не какой-то не люкс. Во много раз дешевле, круче. Работает точно так же. И очень удобная здесь упаковка. Здесь можно, не знаю, потом выдавить это. Упаковка мягкая. Разрезать, например, до конца использовать продукт. Когда стеклянная упаковка у капель таких Body Shop. Еще у меня такая была от Inglot. Они все абсолютно одинаково работают. А стеклянную упаковку, там еще в 12 где-то вот так вот остается. Когда пипетка уже не доходит до конца, очень трудно оттуда достать продукт. Короче, ты его в итоге выкидываешь. Удобная упаковка. Классный продукт. Ладно, не будем больше лишних слов. Средство для бровей от Catrice. У меня вот такой гель Darker Browse in 2 Weeks. Типа потемнение ваших бровей, окрашивание бровей в 2 недели. Фиг знает, правда это нет. У меня оттенок Light 3,8 мл. Ужасная упаковка. Вот, нажимаем, вылазит средство. Видите? Тут даже вот такой заклипулечки нет. Все обмотано, как всегда, скотчем. Вот такой маленький гель для бровей. Сейчас у меня на бровях находится, ну, такое себе. Мне не очень понравилось в плане оттенка. У меня холодный цветотип. Мне подходят холодные оттенки. Либо совсем светлые-светлые и теплые, которые не будет видно слишком. То есть мне помадка Taup подходит оттенок. И средство должно быть Taup'овое. Это теплый оттенок. И он неплохой для русских оттенков, теплых девочек. Вот для теплых присмотритесь. Вам понравится. Здесь офигенная, очень маленькая, тоненькая кисточка. Она силиконовая, набирает много средства. Средство, как видите, светлое, но оно теплого оттенка. Если бы было такое же светлое, но холодное Taup'овое, это было бы однозначно фаворит. Мне бы очень понравилось. Сами брови не очень хорошо он держит, честно скажу. Не сильно прямо они колом встают. Есть средства получше, например. Все-таки моя любовь, это Анастасия Беверлихилл. Средство для бровей я использую. Но, как недорогое средство, опять тоже задеслировал, купил, это 120 рублей. Как из масс-маркета, это неплохой вариант. Это, по крайней мере, по оттенку приятнее, светлее, чем от Essence, знаменитый их дешевый гель для бровей, который все очень любят. Это еще удобнее кисточкам, очень меленькое, прям волоски очень легко можно прокрасить. Либо это средство подать девчонкам тем, у кого не надо слишком много докрашивать волосинок, кому просто причесать бровки теплого такого коричневого оттенка, а не либо русые волосы, вам очень понравится это средство. Я советую. У кого лысинки, что-нибудь дорисовывать, как у меня надо, то, ну, так себе, но неплохо. Гораздо хуже средство есть. Точно не скажу, но у меня сейчас нет. Веттен Вайлд прозрачный гель для бровей с такой голубой-синей крышечкой не покупайте. Редкое гель, отвратительное средство. Быстро марается вовнутрь, попадает. Нить, вот это вот окрашивание с бровей становится тут же мутным. Ничего не держит, отвратительное вообще средство, слипаются с ним волосинки. Веттен Вайлд я пробовала. Короче, фигня редкостная, не покупайте. И последнее средство, тоже катрис, это матовая пудра. All Mat, 12 часов типа она держится, 10 грамм средства. Очень трудно открывается упаковка. Я ей уже пользовалась. Действительно просто матовая, такая меловая пудра. Для масс-маркета, опять же, скажусь, хорошее средство. Есть средства получше, естественно, в люксе какие-то подороже. Но есть и в люксе пудры, которые, рассыпчатые пудры лучше, конечно. Есть это и, конечно, Hourglass, Laura Mercier рассыпчатая и La Prairie. Но если брать спрессованную, вот например, Герлен пудры, они очень похожи. Герлен даже не так хорошо матирует, как эта, но эффект на лице, когда ты наносишь, очень похожий. Герлен-то эту пудру также видно, также остается. Пудра у меня была Dolce & Gabbana точно похожая. Так что это такой неплохой вариант замены люкса из масс-маркета. Вот присмотритесь, девочки, тоже она мне обошлась, очень дешево. Тоже, наверное, в 15 может быть лир. Оттенок у меня транспарантная пудра, 0,10 оттенок. Она мягенькая, один минус скажу, что, вот видите, меловая. Ну, в принципе, многие пудры меловые, мы не будем к этому придираться. Ингредиенты на первом месте тальк. И, естественно, и поперла тут такое, силики никакой нет. Тут полный титаниум, диоксид, тра-ля-ля-ля. О, господи. Отвратительный, конечно, состав. Очень большой, хотя в пудре обычно талька или силика, и все закончили на этом. Нет, тут нормальный такой состав. Поэтому насчет какой-то полезности для кожи, девочки, смотрите. Она не подчеркивает шелушение. Знаете, есть такие пудры матирующие. Вроде у тебя на лице вообще все в порядке. Ты нанесла ее, и откуда-то не возьмись, какие-то вообще поднялись чешуйки на лице, усы у тебя, волосняк, какой-то ты персик. Нет, это не тот случай. Давайте я ей припудрюсь. Ну, она ничего особо не сделает. Ее видно. Вот это ее единственный минус. Если на один слой делаешь, то более-менее нормально. Если ты наносишь прям активно-активно, то ее становится видно. Может быть, какое-то время нужно, чтобы она немножко с выделенным себовом смешалась. Тогда будет нормально на коже. Неплохая, но я, как повторюсь, много в люксе похожих продуктов. Состав не очень хороший, но из бюджета, если вам надо, подойдет. Но, знаете, мне кажется, она не подойдет девушкам, когда вы хотите пользоваться только одной пудрой летом, матирующей, чтобы в ней какой-то цвет был, и не приходилось тональным кремом пользоваться чем-то таким, консилер, типа и пудра. Вот когда такой вариант. Она не подойдет. Она транспарантная, ее не видно. Она не сгладит вам поры, какие-то покраснения или еще что-то. У нее цвета фактически нет. Она просто тупо матирует. Так что, если вам просто тупо матирует, то можно попробовать. Вот такие средства у меня были из закупок в масс-маркет. Специально для вас это делала. Кто чем-то этим же самым пользуется, расскажите, понравилось вам что-то, нет. Либо у вас какие-то есть интересные находки в разделе масс-маркета. Пишите ваши пожелания в плане бьюти-видео, чтобы вам было интересно. В ближайшем будущем сделаю такой небольшой анонс. Грядет у нас видео, будет о моих покупках люксовой косметики. Там будет и худа бьюти-консилер, и палетка розовая от худы. Я их давно приобрела, но ручки дошли только сейчас до всей этой косметики. То есть там будет очень много всего-то интересного. Так что жду ваших комментариев. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Всем пока!